Вечерняя молитва в Киевской архиепископии. Ибо у Бога не останется бессильным, никакое слово. Евангелие от Луки 1.37. Это эпиграф и начало нашей сегодняшней молитвы. Слава Богу! Приветствую всех вас, друзья, братья и сестры. Приветствую всех именем Господнем. Сегодня вечерняя молитва в нашей Киевской архиепископии. И сегодня я воздаю Богу всю хвалу и славу. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде пребываешь И все собою наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас благой души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе, Слава, честь Тебе, Господь, слава Тебе. Благослови нас этим вечером, Господь, В завершении дня и началом нового дня Благослови, Господь, народ своим миром. Благослови сегодня, Израиль, Благослови, Господь, сегодня всю нашу страдавшуюся планету. Боже, все народы и племена, Пусть, Господь, Твой мир народом будет дан, Господь, Твоя благодать. Боже, она уже дана, потому что Ты, Бог всемогущий, Во Христе примирил с Собою мир. И пусть, Господь, эта благая весть, Она придет ко всем людям, Боже. Весть о спасении, исцелении, благословении Твоем. Слава Тебе. Боже всемогущий, благодарю Тебя И благоставляю великое имя Твое. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. И, братья и сестры, приветствую всех, кто подключился, Кто подключается. Приветствую всех именем Господнем. В этой трансляции на Ютубе, на моем канале Ютуба. И вместо из Священного Писания, фрагмент из Библии, Который я выделил как раз для такого эпикрофа, И начало этой молитвы сегодняшней, Это Евангелие от Луки. Благодарю, пишет Николай, Слава Богу, благословение вам, Николай. Аллилуйя. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Вот это потрясающее послание по своей глубине и, действительно, благодатности. У Бога не останется бессильным никакое слово. Божье слово имеет огромную силу, огромную силу. Божье слово пребывает вовек. И все пройдет, как говорится, да, все приходит, все проходит. Но Божье слово не пройдет никогда. Божье слово живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Слава Богу. За эти два тысячелетия нам, верующим, открывается постепенно, постепенно открывается величайшая тайна. Тайна того, что слово Божье, это есть не просто даже записанное слово в Библии, допустим, в посланиях апостолов, в пророчествах пророков святых. Что Божье слово, это даже не просто мудрость, логос вечный. Что Божье слово даже, это не просто рема, откровение, такое ожившее слово, укоренившееся глубоко в нас и ставшей частью нас, пережитое слово. Все гораздо серьезнее, все гораздо серьезнее, все гораздо, гораздо серьезнее. Великое таинство раскрывается на протяжении этих двух тысячелетий. Постепенно, шаг за шагом, порой очень-очень, так по чай-ножке, как говорится. Но открывается постепенно это великое таинство, что Слово Божье, это есть личность. Слово Божье, это есть живая личность. Это сам Машиах Иешуа. Или как по-русски мы называем его Христос Иисус. Машиах Иешуа, Христос Иисус. Иешуа Хамашиах, Иисус Христос, помазанник Господь, явившийся два тысячелетия тому назад на эту грешную планету, пришедший сюда. Эти дни можно назвать такими предрождественскими днями. Крисмастайм. Хотя обычно Крисмастайм ассоциируется с поздней осенью. И уже декабрем месяцем даже. И обычно о Рождестве христиане мы вспоминаем обычно и тема рождественская. В проповедях звучит, в разных конфессиях, в разных деноминациях. Обычно в конце декабря, 25 декабря, 7 января, по старому стилю, как мы отмечаем тоже. И в нашей православной традиции, большинство православных церквей, канонических, неканонических, перешли уже на новый стиль. Поэтому отмечают 25 декабря. Здесь, на постсоветском пространстве, из-за такой осталости, такой определенной, касательно и религии тоже осталось ярко выражено. Так вот, значит, и по старому стилю, это 7 января. Но по совести говоря, ни то, ни то, неправда. Ну, как бы так. И то, и то неправда, будем так говорить. Ну, я проповедую, конечно, на рождественских этих днях, в декабре, в январе, вот, Christmas time, молитесь о моей матери, чтобы она познала Бога, пишет Николай. Да, пишите свои нужды. Николай, как вашу маму зовут? Вот, ну, благоставляю ее, Бог знает ее имя, благоставляю ее во имя Господа Иисуса Христа. Вот, пусть ваша мама, она познает Бога. И те, кто молится за своих матерей, отцов, за своих родителей, бабушек, дедушек, да познают они Бога Святого, родители. Слава Богу. Я прекрасно понимаю, о чем вы пишете, как бы, ну, переживаю тоже это, потому что я вырос в семье атеистов, мама, папа мои были неверующие. Елена Леонидовна, аминь. Пусть Бог благословит Елену Леонидовну прямо сейчас, брат, дорогой Николай, пусть прямо сейчас коснется ее духа, ее души. Он знает, как. В Библии говорится тоже, вот, бессильным никакой слова не останется, а в Библии говорится, слове Божьим, что спасешься сам ты, и спасется дом твой. То есть твои домашние, родные. То есть я понимаю это так, что Бог, Он не только нас спасает, но, любя нас, спасая нас, Он спасает людей вокруг нас. И в первую голову самых дорогих, самых родных нам людей, о которых мы переживаем, о которых мы думаем, вот это наша любовь к этим людям, вот в частности, вот ваша, Николай, вот к вашей маме, любовь, это как русло определенное, которое мы прокапываем, да, это как вот такие, по которой протекает Божья благодать, проистекает Божья благодать, вот. И мы прокапываем это русло молитвой, да, вот, значит, любовью нашей к этим людям, добрыми делами к этим людям, нашим родным, близким. А Господь, Он наполняет потом это русло своей живой водой. Очень много свидетельств есть. Мои мама и папа, в частности, они уже вечности, они уже ушли в вечность, уже умерли. И, знаете ли, каждый человек, который хоронит своего папу, хоронит свою маму, он ощущает такое сиротство. Я это прекрасно понимаю. Я раньше это не понимал. Когда живы были родители, я этого не понимал. Ну, конечно, я понимал умом кое-что, но до конца не осознавал всего этого. Потом, когда не стало папой, потом не стало мамой, я это стал очень четко понимать. Очень хорошо для меня это шло. Очень хорошо. К 50 годам я это понял очень четко. что вот это сиротство мы ощущаем, люди на этой земле. Сиротство. Осиротели. Когда я в Библии читал раньше, что Бог есть Бог сирот, я думал, ну, как бы, ну, слава Богу, у меня и мама, и папа, ну, я знал сирот, вот, у которых ни мама, ни папа, моих сверстников, вот. Я понимал, что Бог о них имеет особенное попечение всегда. Я это понимал, и молился за сиру, всегда благоставлял. И сейчас благоставляю. Вот, знаете ли, но... Похоронив и папу, и маму, я понял такую вещь, что каждый человек на этой земле, вот, храня, хранив своих родителей, он ощущает это сиротство, он понимает это сиротство. Как бы обрывается нить такая жизни. Но, знаете, великим утешением для меня стало. Я вот смог пережить это. И смерть отца, и смерть матери. Смог пережить, знаете как? Что мне послужило? Животворное такое, знаете ли, вот... Ох... Благодатным таким действием, животворным. Это то, что мой Бог, Он мой отец, и мать, и все. Он мой родитель. Именно это. Это очень неожиданно стало для меня самого. Я всегда молился к Богу, как к своему отцу. Всегда обращался к своему родителю. Я понимал, что Он и мама, и папа, и все для меня. Но, когда вот именно не стало мамой, и папой, я вот это очень болезненно пережил, и очень осознал четко, что действительно наш Бог, Он все для нас. Мой Бог, все для меня, и мама, и папа, и все. Вот поэтому пусть Бог благословит. И присоединяюсь к молитве, вот, зрители, слушатели, кто сейчас подключился, сейчас в сети, то, если вы молитесь о ваших родителях, о ваших дедушках, бабушках, о ваших детях, внуках, может, у кого внуки, я молюсь за своих внуков. И, знаете, у меня один внук уже растет, вторая, получается, внучка будет еще не родилась, но вот к родам идет дело. Вот, молюсь, вот, и Бог благословит. Бог, да, благословит. Вот, во имя Иисуса Христа. У Бога не останется бессильным никакое слово. Не останется бессильным никакое слово. Вот это послание сегодняшнего вечера, я очень хочу это передать, послание, в духе и в истине. И, в первую очередь, я опять с чего начал, я опять это хочу сказать, паки-паки, что называется, или снова и снова по-русски. Снова и снова хочу это сказать, паки-паки, что, хотя, вот, паки-бытие есть, вот, новая жизнь, как бы, да. Вот, и Слово Божье, это не просто даже записанное Слово, это не просто даже мудрость Божья, это даже не просто откровение Слова Божьего. Слово Божье, это личность. До сих пор это таинство, и до сих пор, хотя прошло уже два тысячелетия с момента, вот, пришествия Христа на эту землю, явление Христа народом, но до сих пор это таинство, оно приоткрывается лишь, раскрывается лишь, мало-помалу. Я так осознаю и понимаю, вот, в последнее время, что это таинство, как и многие другие таинства, да, как вся эта жизнь, вся это бытие, мы сможем познать, познать и открыть для себя только лишь уже в вечности, находясь. Находясь сегодня в этом земном бытии, в этом временном измерении, в этом ограниченном пространстве, в этом реальном мире, но не таком сильно реальном, как Божий, настоящий истинный мир, то мы до конца эту вещь не можем познавать. Но мы познаем, мы стараемся, да, каждый по-своему как-то осознает, познает это. Вот, и Божье Слово, это есть личность, и оно не, эта личность не бессильная, это личность сильнейшая вообще во всей вселенной. Из-за моего отца Владимира Ивановича, да, 78 лет ему, и все говорит, что к нему еще не пришло присветление. Да, Владимир Иванович, пусть Бог благословит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, вот, значит, потому что порой я проповедую, вот, допустим, вот в Туле проповедовал, допустим, там бабушку, одна из них сказала, я прожила, говорит, 80 лет, и Бог мне ничего в жизни никак не помог, хотя сама бабушка здоровая, крепкая, сама ходит, и довольно, ну, так, быстрым шагом, и как бы такая здоровая такая, вот. То есть люди порой очевидного не видят, что Бог, Он, жизнь наша вообще, Он, мы им движемся, живем и движемся и существуем. И, к сожалению, очень многие люди на земле, на самом деле, даже прожив и, вот, и 80, почти, вот, как ваш папа, почти 80 лет, но, вот, как бы, еще на пути. Хотя у всех свой путь, конечно, я понимаю, это прекрасно, но пусть Божье Слово не будет бессильным и в вашей жизни, и в жизни ваших родителей, Николай. Благоставляю Владимира Ивановича тоже во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, Боже, благостави его, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Божье Слово не бессильно, Божье Слово сильнейшим является во всей Вселенной, сильнейшая личность во всей Вселенной – это Иисус Христос. И вот эти дни, можно назвать их предрождественскими днями, потому что исторический Иисус, реальный Иисус, не то церковный, как вот мы обычно представляем, а реальный Иисус родился, ну, по-нашему, получается, в начале сентября, ну, сентябрь месяц. Вот, и сентябрь месяц, да. И за три с половиной года, получается, раньше, чем это принято считать. Но, конечно, самое главное, не просто исторические факты и точность высчетов, а самое главное, чтобы это Слово Божье, оно пришло в наши судьбы. Божье Слово пришло в мою судьбу. Очень мне нравятся украинские песни, рождественские песни. Мы здесь сделаем трансляцию, рождественскую такую, ну, как бы сделаем встречу Нового Года, вот уже скоро, уже на днях, уже, как говорится, да. Ну, Нового Года, не гражданского, гражданский Новый Год еще не скоро. Вот, 1 января мы отмечаем, да, 19-й год по гражданскому летоисчислению. Вот, я имею в виду по библейскому летоисчислению, если брать его в сотворение мира, библейский, это называется праздник Йон-Гатруа. Йон-Гатруа – это праздник Трубного Зова, праздник Труб. Вот, в народе, хотя, в нашем, вот, еврейском, он называется Рош-Хаш-Хана, Голова Года. Голова Года. Но это такое народное название, хотя оно очень красиво. Начало года, как бы, Голова Года. И обычно рыбью голову, да, приготавливаем. Вот, значит, чтобы поразмышлять не лишний раз над тем, что мы призваны быть верующие головою, а не хвостом. Вот, и, ну, обычно вспоминаем гранат, да. Кто не любит гранат? Все любят, наверное, гранат. Вот, на столе гранат у нас всегда, значит, на Новый Год, на Рош-Хашана. Вот, значит, ну и, конечно, яблоки с медом. Яблоки с медом – это такая наша добрая старая еврейская фишка. Как говорят, яблоки с медом – это, как бы, такой знак, узнаваемый знак Нового Года. От сотворения мира отсчет идет от Адама. И вот на днях уже, мы вспоминаем, мы, как бы, будем встречать уже 5779-й уже год. Уже завершается сейчас, в последние дни, 5778-го года, и начинается, будет начинаться 5779-й год уже. От Адама, от сотворения мира. Да, уже, дамы и господа, 6-е тысячелетие уже к концу. Время быстро пролетело. Но у Бога тысячи лет наших земных, в нашем земном измерении, как один день. Так что, в его божественном измерении, лишь 6-й день заканчивается. Да, вот. И очень хороший такой веселый праздник. Шагана Това, Шагана Това, Шагана Това. Да, мы желаем всем сладкого Нового Года. Да, это узнаваемая песня, думаю, многими из вас. Вот, значит, и, ну, подключайтесь к этой трансляции, которая будет, такая новогодняя трансляция. Вот, с 9-го, получается, на 10-е сентября, в нашем исчислении. Это ночь, новолуние, месяца Тешри. Месяца Тешри. Вот, и в гражданском лет исчислении, в этом году, все выпало на, вот, с 9-го на 10-е сентября. Подключайтесь к новогоднему такому празднеству. Помолимся вместе Бога, поблагодарим за прожитый год, поблагодарим его за, вот, уходящий 5778-й год от Адама, от сотворения мира. И попросим Божьего благословения все вместе на наступающий 5779-й год. Вот, и затем череда осенних празднеств, библейских праздников, даже точнее сказать, господних праздников. Божьих праздников, потому что Господь сказал, что это не просто праздники, отмеченные в Библии. Нет, Он сказал, это праздники мои. Сам Господь Бог Всемогущий назвал это своими праздниками. Поэтому, но исторически именно как раз эти праздники и связаны с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождество Христово. И вот мне очень нравятся украинские песни, я думаю, мы споем здесь тоже украинские песни. Рождественские гимны, вот, значит, тоже споем. И на русском, на украинском, мне очень украинские нравятся эти песни рождественские. Вот, и там есть такое, очень такое богословское, такое большое откровение. Слово очеє, слово очеє взяло нася тіло, в темностях земли, в темностях земли, в сонце засвятило. Христос родився, Бог воплотився, анголи співають, царя вітают, поклін віддают, пастырі играют. Чудо-чудо повідають. Вот один из таких прекрасных псалмов, очень торжественных, вот, таких гимнов рождественских, украинских. И вот мне очень нравится вот сам этот оборот. Слово Отца. Слово, слово очеє, слово очеє взяло нася тіло. То есть слово Отца, оно взяло на себя тело, отделалось в это тело. И на самом деле, дамы и господа, братья і сістры, два тисячелетия тому назад, слово Божье стало плотью. Владимир Иванович, папа, мама, к сожалению, уже 7 лет, скоро как нет. А, понятно. Пусть Бог благословит, да. Пусть Бог благословит вас і вашу папу. Аллилуйя, слава Богу. Вот, и, друзья, очень важно, чтобы Божье слово, как тогда, два тысячелетия назад, оно оделось в тело, воплотилось. Бог явился во плоти. Пусть Божье слово, это очень важный момент, вечное слово, которое небессильно, которое сильно, оно облачится или облечется телом в нашей жизни. Слово достанет плотью в наших судьбах, в нашей жизни. Это очень и очень важно. И Божье слово, оно небессильно, оно сильно, оно сильнейшим является во всей Вселенной. Это 100%. И вот хочу прочесть тоже здесь, я прочитал Луки, 1 глава, 37 стих. Но вся эта история, она прекрасна, она возвышена. Кстати, она говорит о Марии. Эта история, как раз 1 глава Луки, да, говорит о истории Марии, матери нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Да, конечно, Марии не виновата, что сегодня миллионы христиан, ослепленных, одурманенных многовековой религиозной ложной пропагандой, называют ее Марией, Богородицей, называют ее, точнее, называют ее Царицей Небесной. Она Мария, Мария, она не виновата в этом. Она не давала поводу называть ее Богородицей или Царицей Небесной. Но, к сожалению, эти языческие термины, они прилипли исторически к ее светлому имени. Дьявол пытался и пытается поручить Матери нашего Господа Иисуса Христа вот этим культом Богородицы, который никакого отношения не имеет к исторической Марии, к Мариям, к Матери нашего Господа Иисуса Иишуа. И вот на днях, вот 28, ну, вчера, позавчера, вчера говорил об этом я, вот, и Успение Богородицы, значит, так называемое, это языческое совершенно учение, совершенно языческое празднество, ничего общего с христианством не имеющее, ни с православным, ни вообще с христианством. Вот, но досадно, обидно, конечно, что миллионы, миллионы людей до сих пор верят в лжи. Но почему верят в лжи? Потому что не позаботились люди и не заботятся до сих пор иметь Бога в разуме. Не позаботились и не заботятся до сих пор люди, многие, именно познавать Божье Слово, сильнейшее Божье Слово. Если Божье Слово, оно не бывает бессильным, то человеческое Слово, оно всегда бессильно, на самом деле. И предания человеческие всякие, они бессильны. Вот, в шестой же месяц, 26 стих, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу. Из дома Давидова имя же деви Мария, Мариям, Мариям. Еврейская девушка Мариям, она обрела благодать у Бога и действительно совершилось великое чудо в ее жизни. И через нее пришло такое большое благословение для всех живущих на нашей планете. Слава Богу! «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою». Кстати, очень важно заметить, что в Новом Завете не только Мария называется благодатной, но и все верующие называются также благодатными. То же самое в оригинальном, в греческом, то же самое слово стоит по отношению ко всем возрожденным свыше верующим. Говорится, что Бог облагодатствовал нас возлюбленным в синодальном переводе. Но там стоит то же самое слово, тот же самый оборот. То есть Мария действительно как первая верующая здесь уже, да, облагодатствованная, а потом все мы облагодатствованы во Христе Иисусе. И вот, значит, написано «Господь с тобою, благостовенно ты между женами», то есть счастлива ты между всеми женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Это была умная еврейская девочка, которая стала размышлять, что же это было за приветствие, что же это такое, к чему бы это. И сказал ей ангел, ангел увидел, что девушка размышляет, и он дальше с ней стал разговаривать. «Не бойся», — говорит Мария. Ну, то есть у нее, видимо, на лице написано было ее общение. Ангел знал, что Мария боялась. «Мариян, ты, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала, вот Мария наконец вступает здесь в разговор с ангелом, и говорит ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть она помолвлена, да, но эта помолвка еще, это еще не супружество. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется сыном Божьим». Сила Всевышнего, Дух Святой. Сегодня миллиарды людей на планете верят этому чуду, которое Бог совершил тогда в жизни Марии, и через Марию, в жизни, получается, ну как благословение для всех, для всех нас, для всех сущих на земле, для всех народов, для всех стран, великое, огромнейшее, божественное благословение. Аллилуйя. И вот ангел дальше продолжает речь свою, ангел говорит Марии, «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодную». Ну Мария, конечно, знала, да, тетя, она неплодна, уже бабушка, ну как бы по возрасту уже старушка, но как бы не рожала еще. И вот, и она зачала сына в старости своей, то есть он сразу сказал, зачала, не просто она беременна, она именно сына вынашивает в старости своей, это век, когда еще не было интернета, новости расходились очень медленно, вот, ну дурные, конечно, быстрее расходились, хорошие, как всегда, медленно, даже это и век интернета тоже самое, но на самом деле ангел сообщил ей новость, Елизавета ведь таилась еще, но он ей рассказал уже сразу, вот так вот, рассказал эту новость, что Елизавета беременна, и беременна мальчиком, и родит сына. Интересно, в старости своей, и ей уже шестой месяц, уже пошел шестой месяц беременности, уже Елизавете было трудно прятать свою беременность, будем так говорить, или ссылаться на то, что вот много поела, нет, уже не рассосется, родится, ибо у Бога, дальше ангел говорит Марии, не останется бессильным никакое слово. Слово, удивительно, конечно, то, что Бог говорит, это да и аминь, это в этом силище, огромнейшее силище. Слава Богу, она оказалась действительно очень верующей девушкой, хотя это было против логики, как она забеременеет без мужа, силой Духа Святого, силой Божьей. Знаете ли, чудно это, конечно, было, очень чудно. Знаете ли, если бы хоть какой-то был бы прецедент, но в истории Израиля мы знаем, даже близко ничего такого не было вообще. Все еврейские девушки, женщины, да, беременели нормальным образом, и здесь такое чудо. Вот, и слава Богу, что Мария, не хватило мудрости, разума, веры, силы Духа, именно согласиться с этим планом, согласиться с тем словом, которое прозвучало из уст ангела в жизнь Марии. И вот Мария решила удостовериться, знаете ли, не то чтобы доверяй, но проверяй, но она встала и, в общем-то, ей надо было это все увидеть. Очень часто нам тоже людям надо увидеть именно, что-то нам надо увидеть, вот это чудо. Встав же Мария в аднисии с поспешностью, то есть она торопилась, понимала, что да, уже, все эти, уже на шестом месяце беременности, надо поторопиться, удостовериться. Пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, то есть она прибыла уже, и приветствовала Елисавету. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очереве ее». Аллилуйя! Чудесная история, одна из самых таких красивых историй, я очень люблю эту историю. Представляете, будущий пророк Иоанн, или Иоханнан, погружающий, или же Иоанн Креститель, он был еще, ну, от зачатия ему, у него зачатие было естественным, его зачатие было естественным. Вот, Бог благословил, значит, Захарию и Ильисавету, вот, значит, и, но внутри утробы, да, матери своей, внутри еще матери, он жил уже шестой месяц, на тот момент. Ха, интересно, ему еще до родов было еще расти и расти, но, ха, интересно, он взыграл, он радовался. Там не просто там стук, да, мама, ой, стучит что-то, ой, что-то стукнуло, ой, ножка, видимо, стукнула. Там такое началось, ха, прославление, харизмат в утробе матери, ха, взыграл младенец во чреве ее, он там так разыгрался, руками, ногами, там, головой, все. Елизавета, небось, в ужасе, что такое, бац, 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 по всему животу, что такое, о, интересно, и Елисавета исполнилась святаго духа, прекрасно, представляете, младенец вначале исполнился духом святым, стал прославлять Бога, аллилуйя, и мама исполнилась духом святым. И воскликнула громким голосом, не просто она слегка сказала, как вот там представляют себе люди, ну вот, или в кино показывают, там, допустим, в театральных всяких постановках, она громким голосом воскликнула просто, ха, ха, сын харизмат, и она туда же харизматкой стала, она просто воскликнула громким голосом, исполненным духом святым, будучи исполненной, аллилуйя. Что она сказала? Прекрасный гимн, слушайте, очень мне нравится, один из моих любимых гимнов этих в Новом Завете. И сказала Мария дальше, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. То есть, называть счастливой все поколения. Что и в сегодняшнем поколении мы, в 21 столетии уже, когда, как говорится, космические корабли пороздят просторы Вселенной, и мы сегодня говорим, что Мария, Мария, Матерь нашего Господа, самые счастливейшие все женщины, что жили на этой земле. Удивительно. Аллилуйя. Прекрасная история. И знаете, очень вдохновляющая история. Из Евангелия от Луки сейчас прочтена с первой главы. И хочу паки и паки, снова и снова, на 37 стих ваше внимание акцентируется, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Божье слово. Есть в Новом Завете, в греческом Новом Завете, в оригинальном тексте, есть разные слова. В греческом языке вообще есть разные слова, которые переводятся по-русски как слово. Вот я хочу напомнить вам, для тех, кто не знает, сказать, что слово есть графы. Это, допустим, печатная Библия, к примеру, у меня здесь есть евангелие, украинское евангелие, читаю украинский текст Божьего Слова. Есть вот гаджет, да, и на него скачано много разных Библий, разные переводы. Вот, и это все графы, это все графы. Скаченное слово или записанное, вот здесь напечатанное. Есть другое слово, греческое, которое тоже переводится как слово, это логос. Логос. Вначале было слово, да, логос. И слово было у Бога, и слово было Бог. Совет, премудрость. Логос обычно ассоциируется у нас с советом, с премудростью Божией, с премудростью, да. Вот, есть еще третье слово, есть еще слово рема. Рема, это уже откровение от Слова Божьего, это то открытое тебе или пережитое тобою Слово, которое уже частью тебя стало. Слово, ставшее плотью в тебе уже, в твоей жизни, в твоей судьбе. Частью тебя, уже все, не разлей вода, уже тебе хоть кол на голове чеши, как говорится, от тебя это не отнимется. Это часть тебя самого, это часть твоего естества, просто-напросто, и все. Вот, как, допустим, человек, который пережил Божье чудо, исцеление физическое тело своего, да, он уже знает, для него это уже рема действительно. Вот, он знает Бога-целителя, знает Бога как своего целителя. Человек, переживший нищету, допустим, да, безденежье страшное, потом, получивший Божье благословение, да, значит, от Бога и процветание, он знает Бога как своего обеспечителя, более чем достаточного Бога, Эль Шадай. И так во всем. И знаете, рема, это откровение Бога, или же пережитое слово. И самая величайшая тайна всех тайн Нового Завета, что Слово Божье, это есть личность, личность, которым мы именуем Иисус Христос. И Иешуа Машиах, и Иисус Христос. И апостолы еврейские очень четко и правильно это выразили в своем исповедании веры. Они сказали, в книге Деяне записано, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени под небом. Слово Божье, обогренное кровью, Слово Божье, взявшее на себя немощи наши, болезни, все уродство этого мира, взявшее на себя все грехи наши и омывшее нас кровью Своею Святой. Слово Божье, воскресшее и живое. Слово Божье, вновь грядущее на облаках. Мы ожидаем, мы ждем его, как мы говорим, второго уже пришествия Господнего. И благодарим Бога Всемогущего. Кстати, вот эти осенние праздники, да, приближающиеся, значит, вот с начала сентября мы начинаем их праздновать, библейские праздники, Господние, Божьи праздники, они говорят нам пророчески не только о первом пришествии Господа нашего Иисуса Христа, но и о Его возвращении, о Его втором пришествии. Вот, и это очень и очень важно для всех, я думаю, верующих, евреев, неевреев, не важно, какой вы национальности, культуры, для всех и вся эта очень важная информация. Слава Богу. И сегодня я еще о чем молился, и что хочу сказать, друзья, у Бога не останется бессильным никакое слово. Вот какое слово вам Бог проговаривал? Вспомните, если вы верующий человек, то такого не бывает, что Бог вам что-то не проговаривал. Бог, говорящий Бог. Очень часто мы, верующие, получаем это слово, когда читаем Библию, размышляем, или же уже читали, но размышляем над этим словом в молитве. И вдруг, вот это озарение, как древние греки говорили, эврика, да, но мы говорим рэма. Рэма, это гораздо больше, чем эврика. О, Боже, спасибо тебе, Господь, спасибо за Божью рэму твою, за слово твое. Иногда Бог говорит в сновидениях, и в Библии есть примеры очень интересные также этому. Иногда Бог говорит в видениях, иногда Бог говорит через пророков, пророчества. Иногда Бог говорит через истолкование языков, это то же самое, что пророчества. Иногда Бог говорит, Бог говорит по-разному, будем так говориться. Бог говорит по-разному. Вот, допустим, Иосифу, сыну, да, Иосифу, мужу Марии, да, Бог говорил во сне. Почему, не знаю. Марии, допустим, ангел явился прям так вот, вот, среди белых дня, что называется, вот, видение. А, значит, Иосифу почему-то в сновидение. Не так вот, чтобы вот явиться ему прям вот, вот, воочию, как вот Марию. Хотя, на мой взгляд, чисто так по-человечески, это было бы более эффектно, как бы так, и, думаю, Иосиф с большим энтузиазмом бы поверил слову, как мне кажется, вот, как чисто по-человечески. Но, слава Богу, Бог не человек, вот, чтобы ему зануждаться. Он знает лучше нашего, кто такой Иосиф, кто такой Сергей, кто такой Николай и дальше, и дальше. Каждого из нас, миллиарды людей на земле, и каждого из нас, он знает, как говорится, как облуплено. Он знает, прежде нашего бытия на этой земле, я уже знал, уже. Как Иеремии Бог сказал пророку этому еврейскому, он сказал так, что прежде, нежели я образовал тебя в утробе матери твоей, да, получается, я познал тебя. И прежде, чем ты вышел из утроба твоей матери, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Представляете, то есть еще прежде того, как мама его забеременела, Бог уже познал его. И каждого из нас, он знает, прежде нашего бытия, будем так говорить, земного. И прежде, чем мы вышли из утробы наших матерей, да, мы еще были внутри наших матерей, Бог уже знал нас совершенно. И больше того, не просто знал, а уже призывал к чему-то. Вот, в частности, вот, уже вышеназванный текст, да, допустим, там говорится, что Иоанна, да, Иоанна, погружающего, Иоанна Крестителя. Вот, Бог призвал к служению еще, когда он был в утробе матери. И тот исполнялся духом уже в утробе матери, даже раньше матери. Слава Богу. Да, друзья, и сегодня я вспоминал слово, которое Бог говорил мне, которое Бог открывал мне. Эти слова, я так понимаю, время от времени необходимо вспоминать. А еще лучше, наверное, не забывать никогда. Еще лучше помнить их всегда. Потому что Бог, когда что-то говорит, это не бессильно, это сильно. Допустим, во сне Бог однажды сказал, чтобы я шел и молился за воскрешение Церкви Православной. Вот, и это слово, этой Ремы я тоже живу. Однажды в 2003 году, это было в 2000 году, а в 2003 году, вот, среди белых дней, ну, уже, ну, уже вечером, поздно вечером, но, будем так говорить, не во сне, а в Яве, я слышал голос, который сказал, что вот так будет и с Церковью. В тот день Бог воскресил мальчика на дороге и очень быстро его исцелил. Раны несовместимой жизнью исцелились на протяжении, там, всего, там, 10-15 минут. То есть, его забрали с места происшествия с ранами несовместимой жизнью, уже воскрешенного, но еще с ранами несовместимой жизнью. Врачи считали, что не довезут до больницы. Но, когда уже привезли в больницу, оказался он живой, здоровый, счастливый, все хорошо. За 10-15 минут все было исцелено, сросло все, и даже с лета старого перелома исчез. Вот такое было событие перед Пасхой 2003 года, и я очень Богу благодарен. И вот, когда ехали обратно домой, возвращались сюда, в Киев, то я слышал голос. Я не сумасшедший, я не псих, я не слышу голосов, но, видимо, иногда любовь, она делает нас сумасшедшими. В хорошем смысле слова. Когда мы любим Господа и любим окружающих, то эта любовь, она горы переставляет. И когда ехали обратно, то я слышал голос, который меня спрашивал три раза одно и то же. Видел ли я это? Я не мог ничего ему сказать. Я понимал, что Бог говорит, и что надо ему что-то сказать, но я ничего не мог сказать ему в ответ. И потом, третий раз, когда меня он спросил, видел ли я это, он сказал дальше следующее. Громко разлучало следующее. Вот так будет и с церковью. И вот с того времени прошло уже много лет достаточно, но с третьего года-то уже 15 лет прошло. Но, знаете ли, до сих пор я живу вот этим словом, этой ремой, этим сильнейшим словом. Потому что любое слово, которое Бог говорит, наша жизнь, по-разному это было. Через пробую, через чтение Слова Божьего, порой в яви, порой во сне, через порочество, через толкование языков, тоже такое было в моей жизни. Вот это все не бессильно. Потому что Божье Слово не останется бессильным никогда. Оно всегда сильнейшим является. Слава Богу. Оно никогда не возвращается тщетным. Оно всегда исполняет то, ради чем оно было послано. Спасибо тебе, Господь. И я хочу паки-паки, снова и снова, напомнить всем вам, братья и сестры, дорогие мои друзья, что Слово Божье, это таинство, непонятное человеческому нашему разуму, но понемногу, понемногу, понимаемое, частями понимаемое, во всей полноте, это будет понятно только лишь уже на небесах уже, в вечности. Слово Божье, это есть личность, это личность святая, сильнейшая во всей вселенной. Иисус Христос, Спаситель, Господь, Целитель, Освободитель, слава Ему, за все их хвала. Спасибо тебе, Господь. Наш брат, наш царь, наш Господь, наш Учитель. Спасибо тебе. И в завершение сегодняшней программы я хочу совершить хлебопреломление. Я не могу жить без него, без тела и крови Иисуса Христа. Размышляю об этом, постоянно думаю об этом, потому что причастие, это в первую очередь, это здесь и здесь. Это не просто съесть хлеба и выпить плотные наградные лозы, нет. Это гораздо больше. Это причастие тела и крови Иисуса Христа. Сопричастие Ему. Это погружение в Него, в Его Святую Любовь, а Его погружение в нас. Налейте себе соку, возьмите себе хлеба. Если нету сока, возьмите, налейте просто воды. Я рекомендую, я тоже так иногда поступаю, когда нету сока. Когда есть возможность, я беру сок. Не вещество это спасительное, а наше рассуждение спасительное. Рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. И возьмите хлеба себе. Это у меня все еще остатки халы. Кстати, шабатник. Да. Здесь немного осталось еще. Здесь вот. Как Давид сказал, что Бог превознес Слово Его выше всякого имени. Аминь. Так и есть. Его Слово пребывает вовек. Его Слово превознесено выше всякого имени. Это правда. Имя Божье. Творец сущий всего видьмого, нелидьмого. Но самое великолепное, самое удивительное, это то, что Он есть Слово Божье. Он есть Слово. Он есть Слово. Даже неверующие люди и то порой, знаете, понимают, что говорят, уважают. Человек Слово, да? Человек Слово, говорят. Но Бога, Бог достоин намного большего уважения. Потому что Он есть Бог Слово. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб и земли. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, давший нам плод виноградной лозы. Благослови Господь. Спасибо Тебе, Господь. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я исцелен. Я прощен. Я благословлен всеми благословениями небес. Кровью Агнца Божьего, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Я спасен благодаря Твоей крови. Благодарю Тебя, Господь, за все. Аминь. И в конце прошлого года, здесь вот, кстати, вот, да, я получил Слово прямо во сне. Я им делился тогда, в конце прошлого года. Да и в этом году уже, там, повторял не раз уже. Три слова слышал, точнее даже. Три слова во сне. И пробудился. Проснулся и тут же записал их, и опубликовал их в социальных сетях, поделился с друзьями. Потому что это я не мог этим не поделиться, но настолько просто, когда меня просто перевернуло, все нутро. Три слова. Я люблю Тебя всегда, Твой небесный Папа, Папочка. Второе слово было такое. Я искупил Тебя, Твой брат Иисус Христос. А третье слово было такое. Я всегда с Тобой, Божий Дух Святой. И я проснулся. И вот эти три слова тогда меня окрылили, вдохновили, благоставили, дали силы жить, побеждать. И вот сейчас даже вспоминаю об этом, об этих словах. Три слова всего, три фразы, но они перевернули меня. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за то, что Ты живое слово. Мы уважаем людей, которые являются людьми своего слова. Но Ты, Бог, достойный еще большего, много большего уважения и почтения, потому что Ты есть Бог, Слово. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за все. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой и Царь мой, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Брат мой, Брат мой, Господь мой и Царь мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной. Слово Божье, слава Тебе, за все я благодарю, за все я благодарю. Братья и сестры, тело Христово примите, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, 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 Аминь, Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Ты источник жизни моей. Спасибо. Подлинно кровью Иисуса Христа, жертвы Твоей святой, я спасен навеки. Исцелен, освобожден, благоставлен. Дар Божий, Твой святой дар, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Я знаю, что никакими богатствами этого мира не могло это чудо произойти, искупление. Но кровью Агнца Божьего, Сына Твоего, Единородного, имя Его, Слово Божье. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господи. За все, за все хвалю Тебя и славлю Тебя. Твое имя святое. И Ты действительно превознес имя Свое. Слово Божье. Выше всякого имени. Да по предыменем Иисуса Христа, Ишуа Машиах, Всякое колено склонилось Небесных, земных, преисподних. И всякий язык исповедовал, Что Иисус Христос Во славу Бога Отца. Аминь. Святое святым, Но един свят, един Господь. Иисус Христос. Во славу Бога Отца. Аминь. Слава Богу. Благоставляй вас, братья и сестры. Да благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя. Да призовет на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, С миром Божьим. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога Отца, Общение Святого Духа Пребудет со всеми нами. В 6 утра подключайтесь, друзья, На утреннюю молитву. Я включаюсь иногда и раньше чуть, Но примерно на протяжении получаса Провожу такую молитву В эфире прямом. С хлебопреломлением опять-таки. Поэтому приготовьте себе соку. Значит, да. Если нет, не будет сока. Просто компотом или что там, Что есть у вас. Или просто воду, допустим, налейте. Просто воду. Господь даже и воду в вино может превращать. Просто воды наливаю часто. Вот беру хлеб. Нету белого там кого. Орженого беру, вот украинский хлеб. Вот. И совершаю причастие. Рассуждая о теме крови Иисуса Христа. Это желаю. Иисуса Христа.